Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Ну что, может на следующих выходных вы поедете на пикник. И почему-то мы привыкли все готовить шашлык, шашлык, шашлык. Вот у меня в холодильнике вот такой большой кусок мой брат. И пол морозилки занимает. Что я сделала? Я ее вытащила и утром положила в холодную воду. Добавила сюда лавровый лист, перец горошком, посолила. И вот у меня целый, получается, день она находилась в воде. Во-первых, что вода, смотрите, какого цвета стала, вся кровь вышла. И мясо, если сразу мясо взять и запечь, любую часть, то будет безвкусной. А так у нас будет вкусное мясо. Теперь я его достаю отсюда, вот на салфеточку, немножечко, чтобы сошла водичка. И тут, где вот это, знаете, такие вот сукровицы, пленочки, сейчас я почищу и сделаю, подготовлю этот кусок для того, чтобы запечь в духовке. Ну, как буженину будем делать, только единственное что, что здесь тогда будете от кости отрезать, ну, это все вы увидите. Сейчас я немножечко вот так просушу и уберу. Это все специи у меня, пусть они остаются, я этого не боюсь. Вот, уберу, вот смотрите, видите, пленка вот эта, вот эта пленка, она невкусная, ее нужно срезать обязательно, она не нужна здесь, потому что она будет твердая. Вот так вот. Вот это вот плева, которая есть, пусть остается, а то не страшно. Будем от костей отделять, вот это все. Вот так вот, видите, не жир, а именно пленки вот эти все, которые вам не нравятся, мы их зачистим. Ну, вы сами будете смотреть, и все это убираем. Вот видите, плева. Степень. Есть люди, что ничего не срезают, но я вот этого не люблю. Не последний мы доедаем, чтобы есть плеву. Так, переворачиваю сейчас. Вот так. Здесь больше, это все, это травы. Здесь больше жира. Видите, жир не надо обрезать. Жир пойдет, в этом жире оно будет, получается, у нас запекаться. Все. Вот у нас тут мягкие части есть мяско, а тут, конечно, кость. Все. Этого достаточно. Можно еще промокнуть. Можно в рукаве, но у меня рукава такого большущего нету. Я буду запекать в фольге. Включайте духовку, пусть нагревается. И сейчас чеснок и морковка. Это мы немножечко вот как нашпируем поперек волокон. Вот так вот разрежем, поделаем такие карманчики, видите, и туда все это повставляем. Где вот будет возможность, вот так вот. Потому что и морковка, и чеснок, они дадут нам очень хороший такой вкус. Вот видите, вот здесь такой какой-то жир, чересчур твердый. Я не пойму даже, что это за жир. Поэтому я его немножко срежу. Вот так. Видите, прям аж с мясом. Вот так, все. Тут, где пока есть возможность, потом перевернем. Вот так, такие кармашки. Все, беру морковку и чеснок. Знаете, я прямо на ходу вот переделываю ее рецепт. Чеснок я буду использовать сухой. Я чесноком просто за... Вот в маринад верхний добавлю чеснок. Вот у меня морковка замороженная вот такая, вот такая. Подойдет. Если вы берете свежую, то берите такими, знаете, толстенькими брусочками. Ну, я добавлю это. Пусть сюда это все идет. Вот так вот. Прямо пучочками такими. Видите? Морковка, она потом... Ну, вы будете... Вы же как буженину не нарежете, потому что вы понимаете, что это не то мясо. Но все равно это будет вкусно и хорошо. Я добавлю немножечко болгарского перца. Болгарский перец это вкус. Ну, и понятно, что еще это и цвет. То есть тоже такими вот... Вот такой соломкой. Вот так. Видите, то, что я вам говорю, что нужно обязательно вот это обрезать, потому что оно будет мешать. Ммм. Очень болгарский перец вкусный. Мне нравится. Вы можете вместе с морковкой болгарский вставить вот в одно. Отверстие можете отдельно поделать. Это уже как хотите. Вот. Я вот так сделаю вместе с морковкой. Вот так. Или вот такое фарширование делайте. Можете погуще. Здесь маленькое отверстие сделаю. Сейчас я вот так вот под жир спрячу. Так, давайте перевернем. Там у нас побольше мяса. Вот так вот. И вот эти все, видите, мышцы вот надрезаем сюда. Понятно, что это хорошо было бы тут холодец сварить или что-то еще. Но мы будем делать так, как... Вот видите, какая-то сукровица. Ой, извините, повернула вас вместе с мясом. Мы повернули. Все это срежем. Так, все, вы поняли, да? Теперь я беру фольгу. Вот, смотрите, фольга. И за пошивочным швом вот я ее сложила. Она у меня узенькая. Я ее сложила. И она получилась широкая. Я вам уже показывала, как это все делается. Так, вот такое у нас полотно большое получилось. А вот такое, смотрите. Видите? Большое-большое полотно. Теперь я возьму, немножечко побрызгаю растительным маслом фольгу. Хотя тут жира очень много будет. Ну, знаете, чтобы сразу не пристало. Теперь я беру специи, какие вы хотите. Пожалуйста, добавляйте. Это все по вашему вкусу. Я возьму, вот у меня есть вот такие специи до шашлыка. Сейчас я вот беру эту. Опа-ча. Так. Сейчас, извините, я вытру. Ну, это все природно. Это никуда от этого не денешься. И хорошенечко посыпаю специями. Какие вам нравятся. Здесь оно получается такое, знаете, так, и теперь вот так вот, опа, и положили. И точно так же присыпали специями. Можете положить, если у вас есть розмарин, пожалуйста, зиру. Сейчас я возьму зиру. У меня где-то есть. Я очень люблю с мясом зиру. То есть, ой, вы ничего не видите. Вот, пожалуйста. Вот. И темно. Ну, ну, это такое дело. Вот, положила и засыпала специями. Не знаю, где делась зира. Возьму немножечко вот так орегано. Побросаю. Даже пусть сюда оно попадает. Его нужно раздавить. Кориандр, который измельченный. Это та же кинза. Хотите, положите зеленые листья, но не самые темные. Я лучше зеленые листья при подаче. Так, все отлично, достаточно. И теперь, как бы это странно не казалось, но я должна взбрызнуть чуть-чуть растительным маслом. Хотя и жира много. Но я должна вот поверхность взбрызнуть растительным маслом. Все. Конечно, хорошо бы еще, знаете, вот это вот сделать массаж мясу. Но у нас без массажа. Без массажа сегодня будет мясо. Так, и теперь я поднимаю фольгу. Соединяю. Стараюсь соединить. Такой. И теперь я беру противень. Интересно, мой некрасивый сюда поместится. Или нет, но сейчас я посмотрю. Так, осторожно, не порвать. О, поместится. Вот, мой некрасивый. Видите, расходится, немножко не хватает мне ширины. Ничего страшного. Я вот так вот здесь закрываю. И все нормально. Вот так. Все. 180 градусов я отправляю пока на 40 минут. А там будет видно. Если вы сомневаете, что у вас тут наверху откроется, то возьмите просто-напросто вот так вот зубочисткой заколите краешки. Никуда они не денутся. Абсолютно. Вот так. Вот так и оно будет держаться. Все. А тут везде хорошо. Тут у нас нигде ничего не проходит. Все, отправляю в духовку и гуляю. Я думаю, что в общей сложности где-то час будет запекаться. Никакой воды не наливаю. Ничего. Можно сказать? Давайте достанем и посмотрим. Аромат такой на улицу идет. Вот там, где вытяжка, там невозможно просто проходить. Так, давайте посмотрим, что же у нас тут такое. Ой, красота какая. Как же пахнет. Смотрите, сколько сока. Ай, какая красота. Аж косточка вылезла. Видите, все. Значит, готово. Вот вылезла кость. Значит, мяско уже. Ой, мягенькое, вкусно. Так, зубочистки забираем. Все, ребяточки, вкусно. Ничего не подгорело. Смотрите, сколько сока. Все остывает. Вы можете, конечно, тепленьким кушать. Но вы знаете, что должны все соки остановиться. И только тогда пробовать. Здесь даже тыкать уже не нужно. Вот, начинал. Мы с вами, когда смазывали, готовили к запеканию. Мы же не видели кости? Нет, не видели. А сейчас косточка есть. Видите? Значит, все. Пусть остывает. И можно будет пробовать. Так, ну что. Я сейчас попытаюсь отрезать вот отсюда такие кусочки. Ой, как приготовилось хорошо. Короче, вот мы привыкли рулька до рулька. Вот такую лопатку берете, нарезаете и выкладываете на тарелку. Ну что, мои хорошие, вот так вот кусочек я отрезала, несколько слайсов. Лапша с огурцами, можете салат, можете грибы, что хотите. Ну, мне для презентации не стало перегружать тарелку. Вот так вот просто. Знаете, простота, но это классно. Так, ну я попробую кусочек, потому что свинины я сейчас просто не кушаю. Вот я отрезаю ее. Понятно, там где шкурочка, там более сочная. Смотрите, какая сочная лопатка получилась. А вот я вам привыкли, смотрите. Сочная? Сочная, конечно же сочная. Ну, давайте попробуем, что это за сочность, какая она на вкус. Мне даже намного вкуснее, чем буженина. Буженина, она такая, знаете, вот на кости, возле кости. Так, независимый эксперт, а ну иди, пожалуйста. Ты у нас уже, знаешь, как рубрика. Что за кусочек? Что скажет, пожалуйста, тебе ножичек, отрезай. Что скажет независимый эксперт? Тут и ножик они на данный. Да, я так нарезала. Мягкая, сочная, вкусная. Ну, как ты, ты так быстро говоришь. Как будто бы я тебе подговорила. Ну, скажи мне, как тебе больше, вот ты же буженина. Сейчас со второго раза уже распробую лучше. А, ты не распробовал еще, да? Не очень вкусно. А там, где шкурочка, попробуй. Вот она, скажи, совсем другое, не такой на вкус, как буженина, правда? Буженина, она как-то более так сухо. Ну, да, ты права, буженина более суховатая. И вкус совсем другой, да? Промаринованная, отлично. На соль нормально все, да? На соль хорошо. На соль тоже хорошо, да? Ну, все. Вы слышали мнение независимого эксперта. Все. Эксперт тут. Покажи хоть руку, чтобы видели в твоей руках, потому что думаешь, вот. Ну, вот так вот. Вот моя рука с вилкой. Да, да. Так что это Саша. Все, мои хорошие. Готовьте. Еще раз повторяю, что из простых продуктов можно приготовить вкусное блюдо. Ну, а еще для тех, сейчас я скажу пару слов, не для мажоров. Когда вы обрежете эту кость полностью, съедите все мясо. Можно будет еще ее в кастрюльку залить водой и выварить, и получится бульон еще неплохой. Но это для тех, кто хочет, кто захочет так сделать. Все, мои хорошие, до свидания. Здоровы будьте. Всего-всего вам. Приятного аппетита. Продолжение следует.